МИД Армении МИД Армении подтвердил, что в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США. 26 сентября в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча глав МИД Армении Аррата Мирзуяна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхмуна Байрамова. Об этом написал в социальной сети пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян. Ранее азербайджанское издание «Туран» сообщало, что Блинкен завтра проведет встречу в Нью-Йорке с министром иностранных дел Азербайджана с целью проведения заключительного этапа мирных переговоров. Недавно Блинкен отдельно поговорил с лидерами Армении и Азербайджана по телефону, после чего приветствовал недавний прогресс между сторонами, включая соглашение о регулировании делимитации границы. 10 абитуриентов из Армении получат возможность бесплатного обучения по программе бакалавриата Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром Армения». Участниками программы смогут стать лица до 30 лет, имеющие гражданство Армении. Абитуриенты будут отобраны по результатам экзаменов по математике, физике или химии, русскому языку и собеседованию. По окончанию учебы все 10 выпускников будет обеспечена работой в ЗАО «Газпром Армения». В прошлом году по аналогичной программе в Российский университет нефти и газа поступили 4 молодых человека из Армении. Министр обороны Кипра прибыл в Армению Министр обороны Армении Сурен Попекян принял и кипрского коллегу Василиса Пальмоса, прибывшего с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба ведомства в административном комплексе именобороны, прошла церемония встречи Пальмоса с участием почетного караула и военного оркестра. Пальмос предложил расширить формат совместных учений с Арменией и сделать акцент на обмене технологиями в рамках военно-технического сотрудничества. Он отметил, что военное сотрудничество Армении и Гипра включает широкий спектр мероприятий, в том числе совместные учения, взаимные визиты военных и оборонные закупки. Ереван и Никосия также расширяют сотрудничество в военно-образовательной сфере. Напомним, прошлые учения подразделений специального назначения были в ноябре 2023 года. В них участвовала и Греция. С октября текущего года кэшбэк с пенсионных карт повысится до 12%. Кэшбэк на безналичные покупки с пенсионных карт в Армении с октября будет повышен с 10% до 12%. Об этом сообщает Министерство труда и социальных вопросов. Отмечается, что его максимальная сумма с 5000 драм возросла до 6000. При этом кэшбэк не будет распространен на оплату коммунальных услуг. Напомним, что по данным ведомства кэшбэком пользуются около 45% пенсионеров республики. А всего пенсии по карточкам получают большинство пенсионеров – около 540 тысяч человек. В июле объем безналичных покупок с пенсионных карт достиг 9 миллиардов драм. Археологи из Армении и России обнаружили в Ереване уникальную гробницу Железного века. В Ереване, на территории памятника Кармир Блур, археологи раскопали гробницу раннего Железного века. И здесь работает совместная археологическая экспедиция, историко-археологического музея-заповедника Эребуни и государственного Эрмитажа. Один из руководителей экспедиции, археолог-урартолог Микаэл Бадалян сообщил, что находка сама по себе уникальна, так как такого типа гробница – новое явление для Кармир Блура. «Захоронения имеют в так называемых карамлях, которые состоят из вертикально установленных плит, образующих магический круг. Сама гробница перекрыта каменными плитами. Над этой конструкцией находится панцирь из камней», – сказал он. По словам Бадаляна, гробницу можно ориентировочно датировать эпохой конца бронзы и начала раннего железа. С 12 по 9 века до нашей эры в ней обнаружены серповидный нож, наконечник бронзового копья, ремень и кувшин. Обнаружены также останки погребенного человека. Антрополог Асмик Симонян считает, что здесь захоронен мужчина. На это указывают не только кости, но и поза, в которой его захоронили. В эпоху раннего железа это имело определенное значение. «Мы видим, что человека похоронили на правом боку. Это означает, что здесь покоится мужчина», – сказала она. Ученые утверждают, что нынешняя находка откроет новую страницу в изучении истории кормир-блура и погребального ритуала исследуемой эпохи. Это были все новости к этому часу. В студии работала Алина Серегина. До новых встреч!